Слова Нашему Господу, Бог Великий, Бог Наш Отец, Он Всевышний, Бог нам дал жизнь и сказал Слове Своем, что Он оценил Слово Своё выше имени Своего. Сегодня мне написали, что я, даже не знаю, как это сказать, читать, не читать об этом. В общем, я кого-то якобы обидела. Человек называет себя Парусией и говорит, чтобы я почитала свою почту. Я Парусия Жнец. Зайдите в свою почту и почитайте. Я почитала такое. Женщина, Вы не Иисус и не Христос, тем более Вы не Мессия. А Вы, Ваш Дух есть Дух человека, дитя Бога. Как и все люди-человеки, Иисус же это имя плоти. Той, кто был первым Словом Бога. Иисус это имя тела плоти было. А Вы говорите, что Вы Иисус. Вы что, мужчина? И родились две тысячи лет назад этим телом? И сейчас разве им есть? Нет. Иисус имя плоти первого аватара. И тела этого уже давно нет. Ибо плоть есть плоть. Прах. А у духу того, кто был в теле Иисуса, у Бога имя иное. Вот это имя. Ссылку откройте и прочтите. Я открываю ссылку. Там читаю имя Раэльда. Имя Бога в числе 72. И в конце концов Раэль. Раэль. Ра это египетский Богдар. Спасибо этому человеку, который меня познакомил с Словом Паруси. Руссия встречается во многих местах Библии 24 раза. Вот. И самое интересное место, которое я нашла, связанное сейчас с прибытием Тита. Я не буду выками, я не всё рассмотрела. Но когда я открыла Тита, Дух Божий ко мне обратился. Но Бог, утешающий и смиренный, утешил нас прибытием Тита. Бог, утешающий и смиренный, утешил нас прибытием Тита. Открываем этот стих. Прибытие действительно переводится так же самое, как пришествие Иисуса. То же самое Парусия. И Парусия. Христианское понятие, изначально обозначавшее как незримое присутствие. Незримое присутствие Господа Иисуса Христа в мире с момента Его явления, так и пришествия Его в мир в конце света. Я не хочу глубоко копать, но человек сам себя называет и Исаил, и его блог в Ютубе называется Парусия. Я смиряюсь с информацией, которую мне излагают. Человек что хочет доказать? Что я лжец. Если я лжец, то я должна давно была умереть. Потому что я заключила с Богом завет и принимаю еженедельно то, что может меня убить. Потому что если человек врет и принимает хлеб и вино недостойно, написано в Библии. Изучайте, пожалуйста, Слово Божие. Потому что через Слово мы можем или должны, каждый по вере принимает, иметь жизнь вечную. Через Слово. Через Слово Божие. И это не просто тексты. Это живое Слово. Которое воздействует так правильно на наш организм, что мы можем приобрести вечность. Написано, что не все умрем, но все изменятся. Сегодня умирает Руслана Писенко в Германии. Рано, 56 лет. И я узнала, что она недавно похоронила мать и очень сильно переживала потери матери. Мы, те, кто достигли последних времен, Обязательно должны служить Богу. Они пишут, что на вас никакие знаки Христа не сошлись. Их нет. От всех пророков земли знаки должны быть на истинном парусе Христе. И они есть. И я вам пишу. Я Господь Парусия. Может, вы послушайте меня и знакомитесь со Словом моим открытым, полным словом уже с огненным Евангелем. Посмотрите на меня внимательно. И мои глаза. Там Бог. Да. Ну, что я хочу сказать. То есть вы хотите сказать, что вы поклялись Богу, что вы выполните миссию Иисуса и умрете за следующее человечество. Так вы Бог открывает? Или я чего-то не понимаю? То есть уже второй человек на это пошел. Но я не видела вашей клятвы. Вы об этом не говорите. Дело в том, что Иисус Христос, который умирал за наши грехи, Он не из всего мира. Он с предыдущего мира. Он так о себе говорит. Я не из всего мира. Иисус Христос, который умирал за наши грехи, Он не из всего мира. Перед нами спасался род человеческий. И перед этим тоже. Потому что уже есть такая книга Иова, где написано, что сыны Божьи пришли предстать при лице Божьем. Вселенная большая. Ученые говорят, что нам где-то 14,5 миллиарда лет. За это время сколько можно было воспитать Богу послушного рода человеческого? Вам что-то открыто. Вы куда-то движетесь. Я настолько боюсь Бога, что я обязана говорить по словам. А Он мне открыл сразу это слово. Я не могу молчать. Извините. Слово очень жесткое. Жесткое. Послание Римлянам, 1 глава, 18 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеком, подавляющих истину неправды. То есть надо бояться Бога. Перед Богом нужно быть сокрушенным. Потому что Он может нас очень сильно наказать. А если есть какие-то испытания, то за все нужно благодарить. Потому что Бог о чем-то говорит и обличает нас. Если Вы говорите, что я должна приехать с Вами встретиться, то я не понимаю смысла встреч. У нас есть родные, близкие, с которыми мы даже не успеваем встретиться. Настолько мы заняты. Потому что нужно зарабатывать деньги. Нужно молиться. Принесить плод Богу. Нужно обустраивать свою жизнь. Дождь начался. Я обязана перед Богом умолкнуть. Я благословляю всех, кто любит Господа. Большое. Большое. Любимый терпым. Усплика.